Знаете, чем я ненавижу Эмираты? То, что там тебя везде пытаются развести. И кто говорит, что в Эмиратах не разводят, это полный бред. Значит, просто человек не знает Арабские Эмираты. Я привожу вам сейчас свои примеры из жизни, а я прекрасно знаю Арабские Эмираты. Вообще Дубай – это один огромный большой рынок. Там тебе пытаются продать все. Там, если ты выехал чуть подальше из Дубая, то там как бы прям вот такой рынок-рынок есть. А в центре Дубая, там тот же Дубай Молл – это огромный рынок, только в красивой упаковке. Тебе пытаются там продать товары, вещи, бренды, квартиры, машины, все, что угодно там все пытаются продать. Недавно мой случай, значит, в магазине электроники. Заказываем компьютер, и там компьютеры есть с клавиатурой английской, английско-арабской. А есть ноутбуки с клавиатурой чисто английской. Я заказываю ноутбук с английской клавиатурой. Его нет в магазине, они обязуются мне его доставить. Так вот, я его оплачиваю, оплачиваю доставку. И что вы думаете? А мне не доставляют ничего. Почему не доставляют? Значит, пишите в поддержку. Мы пишем в поддержку, в поддержке отвечают. А нет его. Нет с английской. И сразу же тебе пытаются предложить вариант английско-арабской. Я говорю, нет, ребята, мне не нужна никакая английско-арабская клавиатура. Дайте мне нормальный с английской. Я не буду использовать его в Арабских Эмиратах. Мне нужно для использования в другой стране. А нет у нас. А сколько ждать? А непонятно, сколько ждать. Вопрос. Да, то есть, оплатили деньги, оплатили доставку. Ждешь это все. Теперь оформляешь вот кучу суеты, которые на самом деле просто из-за элементарного вранья продавца в магазине. Это один такой случай. То же самое. Ты заказываешь, ты приезжаешь в салон автомобилей, допустим. Ты хочешь выбрать себе машину. Ты приезжаешь, ты звонишь, у вас есть машина в лучшей комплектации. Да, у нас есть машина в максимальной комплектации. Ты приезжаешь в салон, тратишь свое время, заходишь в салон, подходишь к машине и говоришь, это максимальная комплектация. Тебе говорят, да, это у нас самая максимальная комплектация. Залазишь в этот автомобиль, смотришь, там нет люков, допустим. А ты хотел с люками и знаешь, что люки есть в максимальной комплектации. Ты говоришь, послушайте, ну как же это максимальная комплектация, когда здесь нет люков? Продавец говорит, нет, это максимальная комплектация. Такой, дайте мне книжку. Тебе дают эту книжку, брошюру с этими комплектациями. Ты открываешь, там все комплектации тебе обозначены. И ты смотришь такой, а без люков это предмаксимальная комплектация. И ты говоришь такой, вот видите, это же не максимальная комплектация. На тебя смотрят как на дурака. И говорят, нет, это максимальная комплектация, но без люков. вот как тут разговаривать почему так происходит почему тебя везде пытается обдурить потому что там в сервисе работают индусы и пакистанцы которые привыкли к этому к этим ко всем рыночным отношениям такси да то есть казалось ты садишься в такси они знают что и туристом включать и счетчик как такси сможет тебя обмануть элементарно тебя начинают просто катать очень часто не туда съехал он не туда заехал а в арабских эмиратах в дубае в особенности там огромные вот эти вот развязки если ты пропустил поворот то потом ты можешь заходить обратно еще целые 15 20 30 минут встать какую-нибудь жесткую пробку абсолютно нормально чтобы тебе там делать петлю через 10 километров и дубайские таксисты то самое элементарное у них ошибка когда они так тебя обдуривают дабы заработать больше денег и покатать тебя и когда таксисты говорят ой я ошибся ой я не знаю навигатор ребята камон многие из этих таксистов до большинство из этих таксистов работает там ни один год ни один день и выучить дубайские дороги ну поверьте мне в я был во многих городах где транспортные системы намного более сложные чем дубайская все они знают все они прекрасно понимают и если начинаешь с ним с спугаться то тогда все встает на свои места еще один развод но это вообще прям такой как бы это жесткий жесткий развод global village это по сути парк да по сути парк куда ты приезжаешь там куча разных аттракционов ресторанчики кафушки и ты там гуляешь катаешься и вот мы туда ехали значит там огромная гигантская парковка мы туда едем на машине и что они делают они берут и перекрывают парковку они берут и перекрывают парковку и так чтобы ты не мог доехать до главного входа и доказ и ты останавливаешься бросаешь машину и дальше стоят у них рикши и ты должен заплатить за эту реку чтобы не идти лишние там 15 минут пешком ты должен встать в очередь заплатить за эту реку и доехать до главного входа ну не бред почему не открыть эту парковку огромную парковку как в торговом центре да не открыть эту парковку и не разрешить свободно людям доезжать до касс они занимаются этим вот обдираловом чтобы ты платил за это ненужное абсолютно катание на рикше естественно многие с детьми там с маленькими детьми и идти через всю парковку парковка большая обходить весь этот парк весь этот global village здоровенный но многие не хотят делать и едут едут на этих рикша друзья поделился с вами так сказать крик души и небольшой потому что надо знать что это случается в арабских эмиратах что такие вещи присутствуют присутствуют они регулярно постоянно если у вас были какие-то тоже такие штучки дрючки которые вам не нравятся в дубае пожалуйста пишите чтобы другие тоже знали пишите что с вами случалось я почитаю мне тоже интересно какие были у вас ситуации может я вспомню еще что у меня было и и и и и и и